Если, глядя в зеркало, вы в очередной раз недовольно вздыхаете, возможно, стоит задуматься о кардинальной смене образа. А начать, конечно же, с прически. Героиня нашего следующего сюжета знает, как с помощью креативной стрижки сделать свою жизнь ярче. Смотри молодежный форум. Чем больше ярких пятен на сером, тем лучше. Такого принципа относительно человеческой красоты придерживается героиня нашего сюжета. Мастер креативных причесок Виктория Спирина. Вика окончила Сибирский федеральный университет. По образованию она журналист. На вопрос, почему предпочла парикмахерское искусство, Виктория ответила просто. На этом поприще чувствует себя истинным художником. Как журналист чувствует себя художником слова. По парикмахерским искусствам я занимаюсь уже более пяти лет. Как-то так мне резко захотелось не только работать над собой, над своим имиджем, но еще и преображать людей. Год назад Виктория начала вести свой видеоблог на одном из популярных сайтов. Выкладывают видео своих работ, описывают все, что с ней происходит. Желание обратить внимание людей из разных стран на свое творчество – вот что движет Викой. Наша героиня называет это увлечение своеобразной географией, благодаря которой можно узнать интересных людей с разных уголков земли, не выходя из дома. Всем привет! Сегодня 8 апреля. Мне стало скучно эту весну, и я решила замутить Fashion Extreme, как я люблю. Это тотальное преображение моих моделей. Как оказалось, очень многие молодые люди жаждут кардинальных изменений в своей внешности. Валентина – одна из клиенток Вики, и по совместительству ее модель на чемпионате по парикмахерскому искусству. Раньше Валя была обладательницей длинных густых волос, но без доли сомнения доверила их рукам мастера. Хотела измениться, хотела попробовать что-то новое, и вот Вика мне помогла. Амплуа модели в новинку Валентине. Пристальное внимание со всех сторон, яркий необычный образ. Как результат – их совместная победа в конкурсе Fashion Extreme. А осенью Вика поедет на финальную битву в Москву, где планирует покорить столичное жюри и занять первое место. Если воспринимать это как искусство, а себя как художника и твоего клиента как холст, то, я думаю, тогда в этом будет высокое предназначение в этой профессии.